Крестьяне единственное могу топовать на Господа Бога, на нашу природу, на нашу дорогу. Поэтому надежда особой на то, что будет президент настойчивым что-то делать, она как-то с 18 мая потихонечку начинает затухать. Земля основа всего. А за что тогда они прожирают наш хлеб? Я увидел, что да, там действительно достойные будут командующие, которые будут биться за счастье народа, чтобы этому народу нашему никогда счастья не досталось. Вот это само собой. И мы заработаем на своей земле такие деньги, что им даже на нефти не снилось, мы их купим. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Какие новости сегодня приходят с Крестьянского фронта? И нужен ли Крестьянскому фронту какой-либо другой фронт, кроме него самого? Об этом сегодня мы беседуем с нашим дорогим гостем Василием Мельниченко, главой общественного движения Крестьянский фронт, уже хорошо вам известным. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Максим. Василий, ну каковы же действительно новости Крестьянского фронта? Напомним нашим зрителям, что вы недалеко к летам этого года достоились августейшего внимания со стороны Дмитрия Анатольевича Медведева, нашего великого модернизатора, титана, демократии, отца нации. Как же развивается эта история? С тех пор и Крестьянский фронт был создан. Да, он не создан, да, Крестьянский фронт движения, оно с 2006 года, наш настоящий Крестьянский фронт. Создано общественное движение в защиту прав сельских жителей, развития сельских территорий. После встречи с господином президентом, с Медведевым Дмитрием Анатольевичем, на котором мы озвучили самые насущные проблемы сельских территорий, что надо сделать ему как президенту, без особых усилий, тем не менее, мало что меняется. Невзирая на то, что президент наш встретился, уже несколько встреч провел с крестьянами, невзирая на то, что он озвучил о том, что нужен такой полномочный представитель президента по делам крестьян, невзирая на то, что он озвучил то, что необходимо и страховые все менять системы, и вообще работу с селом, сельским хозяйством менять, она пока что не меняется. Единственное, что помогает, это, конечно, наше упорство, труд. Вы прекрасно все осведомлены, наши министры не устают повторять, что у нас выдающиеся результаты сегодня по продовольствию, то есть сбор зерна хороший идет, сбор другой продукции, вот, конечно, кроме животноводства, там далеко мы еще идем. Но ведь это же не заслуга президента, это далеко не заслуга наших министров. Повезло, дождь пошел вовремя, ведь они же в прошлый год почему-то не хвастались, говорили, вот, беда, засуха, вот, знаешь, вот. Поэтому ситуация такова, что пока что крестьяне единственное могут уповать, это на Господа Бога, на нашу природу, на нашу дорогую землю в прямом смысле, потому что это источник наш, кормилец наш, мы с нее можем только жить и надеяться, никак не с нефтью. То есть, поэтому надежда особой на то, что будет президент настойчиво что-то делать, она как-то с 18 мая потихонечку начинает затухать, как все наши надежды предыдущие. Все, похоже, заговорят и затургуют за это время, и опять ничего не будет кардинального, прорывного делаться со стороны правительства и президента. В том числе и мы по инсору также пока что все на уровне согласований, разработок программы, вот хотя бы, чтобы начать где-то какие-то экспериментальные дела. Вот я должен, наверное, тоже еще напомнить, что после того, так сказать, огустейшего внимания, когда Солнце нации на вас обратило внимание, вы вышли, или вернее на вас вышел Институт современного развития, а это Мозги Медведева, так называемые, автор, так сказать, докладов о будущем страны, вот, и вы начали работать с вот этим институтом, сенсором, это Юргенсон Гонг-Майкер. Как это, что это было? Ну, в общем-то, идея очень хорошая, на самом деле, сделать вот где-то порядка 10 территорий экспериментальных, вот, чтобы мы смогли проработать и доказать, сельская территория, российская, любая сельская территория, самодостаточная, может создать такую экономику, которая будет поддерживать развитие на всех уровнях, вот, то есть, сформировать свой, бюджет сельский и работать вот без всяких субсидий, дотаций и помощи извне. Ну, это ваше ведь предложение. Это наше предложение, это программа «Новое село, новая цивилизация». Ну, я не хочу уже, так сказать, огульно всех хаять, я надеюсь, что это будет, и, возможно, в ближайшие где-то 2-3-4 недели это разрешится. Лет отпуска, наверное, по этому. А так вы с кем в институте работаете? Работаю я с Шаталовой, с Гопмахером, вот, в основном, значит, вот, и еще забыл фамилию, Иванов, по-моему. Ну, Иванов, да, хорошая фамилия в институте особенно. Нет, но я имею в виду, что примерно нужно будет разработать некую стройную программу, отобрать эти 10 территорий. Ну, вот, я этим занимаюсь. Я как раз сейчас занимаюсь, мы уже отобрали, значит, вот, хороший такой сельский совет в Павловском районе Краснодарского края, на Урале, Чувашии, вот, уже побывал я, вот, объездил территорию, подбираю, встречаюсь с народом, встречаюсь с главами поселений. Мы настойчиво предлагаем им включиться в такую программу и взяться, в общем-то, за работу, не уповая ни на кого, ни на чего, все это сделать. Вот, есть такое и желание, и цель, и, в общем-то, потребность такова есть. Василий, то есть, это будет, это очень, нет, если это получится. Просто доказать надо, доказать, да, иначе будут снова говорить, что мы, черная дыра, что это все, вот, все заваливается, что это село, вечно ему надо помогать, вот. На самом деле, это не так, Максим, на самом деле, земля – основа всего, и это можно доказать очень просто, вот. Если мы не вырастим на этом гектаре земли зернышко, не сделаем с него хлеб, неужели, вот, Анатолий, вот, Чубайс, вот, знаешь, вот, наш все-таки, один из, ну, столпов нашей экономики, как я так понимаю, нано всякие, все, да, неужели он сделает нам нано какие-то, вот, там, трактора, не сделает, вот, значит, вот, если не поест, вот, неужели президент сможет подписать хороший указ, если он будет голодным и умрет от голода, нет этого. Основа всего – хлеб, вот, он и раньше говорил, хлеб всему голова, и сегодня это так оно и есть, вот, значит, вот. И если крестьяне себя поймут в свою силу и скажут свое слово, вот, все будут работать и делать так, как будут говорить крестьяне. Тот, кто держит продовольствие и хлеб в своих руках, тот и должен немножко чем-то командовать. Что это сейчас за такая справедливость у нас? Что за торжество, значит, вот, труда? Если крестьянин, который выращивает, вот, значит, вот, продукт питания, продовольствие, главный энергопродукт, вот, наш человечество, да, если этот крестьянин получает 5, 6, 3 тысячи рублей в месяц, разве это справедливо? И вдруг кто-то говорит, вот, в объявлениях, требуется менеджер по продаже пейджеров, значит, вот, значит, 70 тысяч рублей зарплата, требуется чиновник, зарплата немеряная, не знает никто, но зато сразу особняк, вот, в несколько миллионов долларов. И потом эти разоблачения, все это все показывает, что люди просто присваивают себе труд тех самых крестьян, рабочих, которые создают, вот, настоящий валовый национальный продукт, вот. Именно надо сделать так, чтобы обратно все было, чтобы получал крестьянин и рабочий свою достойную заработную плату, свой доход, и уже он сказал, да, нам нужны эти ученые, они правильно все сделали, нам нужен главный нанотехнолог, давай ему 12 тысяч рублей в месяц дадим, а чем плохая зарплата, в общем-то, нормально, рублей, я имею в виду. Рублей прямо, ладно, значит, вот, чем плохая зарплата? Почему директора института этого не получать такую? Все равно же нано нету, хотя бы так. Или, допустим, пенсию 6 тысяч рублей, всем им все-таки назначить, всем чиновникам. Почему им всем? Потому что эффекта нет, потому что все тонет, падает, не летает, не ходит, ничего не изобретается. А за что тогда они прожирают наш хлеб? Я не понимаю этого. Значит, это надо все менять. Василий, а вот если бы вы фактически предложили 10 модельных территорий, ну, не сколково, позорно, а 10 нормальных территорий, это агробудущее наше, агропромышленное. А что от государства потребуется? Особый режим какой-то? Да, в этом отношении предложение же было сделано президенту, что естественно, что налоговый режим должен быть изменен на момент только исполнения этого проекта. И в принципе больше ничего. И еще одно что, конечно, это доступность кредитных ресурсов по божеским процентам. Ну, нельзя же, чтобы и крестьянину, значит, давали под 20-30 процентов, и торговцу 20-30 процентов. Торговец взял деньги, купил у меня это зерно, тут же перепродал. Что далеко ходить-то ведь? Вот мы сейчас хвастаемся, да, что мы на экспорт 20 миллионов тонн отправим зерна. Отправят. Только у крестьян купили максимум по 4,50, по 4,30 и по 9, по 10 продали тысяч рублей тут же. То есть тот выращивал весь год, маялся с ним, старался, все собрал, он получил, конечно, свои деньги. Тот, кто продал, получил буквально в считанные 2-3 дня, на каких-то фьюдшерсных рынках продал, и деньги все сгреб себе. Это несправедливо. То есть кредиты должны быть соответствующие? Соответствующие, конечно. Конечно, если он работает, если он производит крыло самолета, допустим, если он делает ракету, если он делает зерно, хлеб производит, ему, ну, дайте 1%, дайте 2%. Ведь он же основу делает, основу всей жизни страны. И на самом деле сейчас обстановка не то чтобы благоприятная, но сейчас идет мировой кризис, будет развиваться, и цены на продовольствие будут лезть только вверх. Крестьяне сейчас нужно заработать. Однозначно, однозначно. Это тоже, наверное, неправильно, что поднимаются цены и все. Ведь мы в состоянии, смотрите, у нас 50 миллионов гектар в России не обрабатывается земель. Это как минимум. Это просто так мы, закрыв глаза, говорим 50. На самом деле значительно больше уже не обрабатывается. Даже посчитайте, по нашим не очень благоприятным условиям, хотя я, например, ничуть не говорю, что у меня на Урале плохие климатические условия. 30 тонн картошки мы нынче собрали с гектара, у нас 25-30 идет зерно. Ну чего еще надо? Господи, при себестоимости, то каких-то 5-6 рублей, вот, знаешь, вода, максимально оно. Вот, мы же прекрасно овощи можем продавать по 9, по 8, по 10, уже с прибылью. Чего еще надо? Знаешь, кушайте, кушайте, люди, недорогую продукцию. Я не сторонник дорогой продукции. Вот сейчас в Галкинском, в общем, да, идет, лето кончается, вы зерно убираете и картошку убираете? Ну, зерно 25 у нас, ну, мы же даже удобрений не используем, мы просто все, воборот, запустили, вот, значит, самовозобновляемый, чтобы земля сама себе лечила, восстанавливала плодородие, и все, шестилетку пустили. 25, и картошка 30 тонн, ну, куда дальше-то? Как сейчас со сбытом у вас? Раньше уж пробиваться приходилось? Нет, в нашем хозяйстве это нормально все, мы предварительные контракты, все заключены, все, то есть, мы работаем, можно сказать, уже под заказ, зная, кому мы это делаем. Ну, наверное, это и правильно, наверное, это и создавать надо, такую организацию производства, чтобы ты знал, сколько тебе надо произвести, куда произвести, кто это скушает, все, сколько тебе денег за это дадут. Василий, а вас звали в пресловутый Объединенный Народный Фронт, вы же фигура заметная, прямо скажем. Да, в общем-то, было такое время, я встречался в Государственной Думе, вот, с представителями, руководителями, точнее, Народного Фронта, Шуваловым, вот, значит, другими. Меня приглашали в Народный Фронт, вот, в России. Ну, прежде чем, конечно, дать согласие или отказать, я просто хотел узнать, кто у нас будет организатор этого фронта, кто полководцы будут, кто будут командующие его. Вот, естественно, если мы идем в бой, ну, за счастье народа, да, вот, значит, чтобы биться, вот. И я увидел, что, да, там действительно достойные будут вот командующие, которые будут биться за счастье народа, чтобы этому народу нашему никогда счастья не досталось. Вот это само собой, вот. Значит, люди не очень приглядные, это очень богатые люди, которые себе делают такое фронтовое, что ли, ополчение, или фронт, как его назвать, вот. Вот, даже я не скажу, чтобы защищать, потому что я не могу себе представить, что, допустим, миллиардер Груздев будет, да, вот, там, значит, или другой миллиардер, и мой сосед, вот, значит, Петя Чуркин, вот, значит, вот, зарплата 11 тысяч рублей, и тот с миллиардом, вот, значит, вот. Ну, я думаю, что просто на почве социальной несправедливости, и все, прежде чем кинуть гранату в врага, он, наверное, все-таки постарается застрелить Груздева. Или другого миллиардера. Я не имею ничего против лично Груздева, но против миллиардов как-то мне неприятно слышать об этом. Ни Прохоровские, ни Груздевские, там, ни Чубайсовские, никакие. Я считаю, что это вообще чудовищное безобразие, чудовищная несправедливость вот того, что появились миллиардеры на, будем говорить, конечно, не пустом месте, на никеле, на нефти, на всем. Но каким образом им удалось сделать так, что 130 более миллионов человек вообще, можно сказать, выброшены из жизни вот. Выброшены из жизни. Поэтому этот вопрос надо решить. Прежде чем идти на фронт, надо подумать, с кем ты будешь в окопе. В общем, вы послали их в окопы. Да, в окопы. Ну и второе. Какой может быть еще народный фронт? У нас ведь есть крестьянский фронт, общественные движения. Почитайте, устал. Нормально, зарегистрированный. Хотел бы Владимир Ильич Путин действительно создавать народный, почему не обратил внимание на то, что есть, существует хорошее движение, где люди добросовестные, честные, нормальные, идут к нему, идут к президентам, идут говорить с ним во что. Давай, давай. Мы же ведь шли с ними разговаривать, что давайте действительно решим, как сделать лучше для России, для страны, для людей. Нет, надо создавать свое, чтобы было подконтрольно. Да и в общем-то, что там контролировать? Ведь так называемый праймериз, не знаю, кто это такой, что это за фамилия, который решил, кто там будет. Да по всей стране этот праймериз ездит. Он все ходит, ездит. Мы его не видели, конечно, но он есть. Это чудесная фамилия его такая. Что-то такое, типа Вексельберг, еще что-то. Молдаван, наверное. Молдаван, наверное, да. Так вот он ездит, значит, вот все проводит. И вот что чудесно, наш народ вот настолько четко выбирает, везде губернатор на первом месте, любой, неважно даже как его фамилия и чью он поддерживает флаг какой держит. И председатель думы сразу на втором. Я говорю, ну как народ любит и уважает наших руководителей. Прям двумя руками голосует. Каждый день вот. Поэтому, конечно, и праймериз, и сам народный фронт, вот, как и, а может, не предполагалось даже. Может, правда, были благие намерения, но получилось как всегда. Еще ничего не начали, а уже так некрасиво все получилось. Василий, а вот крестьянский фронт сейчас, вот, несмотря на работу сенсором, например, ну, вот вашу работу сенсором, он что-то будет планировать, какие-то акции сейчас? Обязательно. Я абсолютно уверен, что сейчас идет работа в регионах, очень серьезная работа. Мы понимаем, что мы на краю пропасти, глубочайшей пропасти села России. Мы понимаем, что существует вот так называемый вот проект 20 мегаполисов. Мы же это знаем. Что всех согнать в 20 мегаполисов. Да, поэтому либо мы объявим, что мы будем жить нормально, хорошо, и сами себе, крестьяне, объединимся, будем строить свои нормальные дома, будем облагораживать свою территорию, и мы заработаем на своей земле такие деньги, что им даже на нефти не снилось, мы их купим. Другого выхода нету, вот, да, чтобы либо их купить, либо на фронт идти. Вы сейчас будете строить какие-то там походы на Москву? Конечно, да, обязательно. Давайте скажем. Вот после уборки, мы после уборки урожая, мы обязательно, Максим, вот, значит, крестьянский ход вот на Москву будет осуществлен. Обязательно, вот, знаешь, вот, с требованиями, с целью, с программой, вот, и не уйдём отсюда, пока Кремль с нами чётко не оговорит условия нашего сосуществования на этой земле. Ну, вы нас предупреждаете, чтобы Тачанка Нейромир ТВ следовала вреда батьки-батьки Мельниченко. Кстати, Василий, а вот из нынешних аграрных, вот, предпринимателей, капиталистов, вы кого самым толковым считаете, вот, более или менее? Вы знаете, мне сложно относиться к аграрным капиталистам, так сказать, да, я... Но они сейчас лидируют, вроде как, по объёмам, там, прочее. Да, нет, я не приемлю лично вот такого отношения. Большинство всё же имеют замашки такие, ну, какие-то среднефеодальные. Все хотят, чтобы вокруг были рабы, вот, и чтобы у нас, ну, существовало всё-таки крепостное право. Мы усиленно на это намечается такое. Вот возьмите даже фермер оперился, вот, вроде мужик-то, работящий и всё ведь. А вот что-то где-то сбой идёт, вот, моральный, вот, нельзя вот будет это делать. Надо всё же, чтобы мы понимали, что все, кто работает на земле, это партнёры. И достойная заработная плата, достойный уровень жизни должен быть в первую очередь, вот. Я не исключаю, я более того уверен, что вот это самое иждивенчество, что пьянство, значит, деградация наступает не только потому, что к этому, ну, стремится государство само в лице нашего руководства, оно развращает вот территорию, да. Но и то, что мы не можем вместе, община сельская, не можем собраться и решить, как нам жить. Ну, вот мы знаем, да, ну, вот мы знаем, действительно, Василия Мельниченко, который на своей территории задействует и передовую агротехнику, и себя ворот, и социальную, и социальную, а кто ещё? Ну, я, например, знаю, у нас, ну, что знаю, вот это есть, вот, у нас прекрасное хозяйство есть, вот, Белореченское, вот, значит, это в нашей Свердловской области, где директор Дунин, чудесное хозяйство, хороший уровень заработной платы, вот, высокие урожаи, грамотный подход к обработке земли, к ведению сельского хозяйства. Это у нас колхоз Россия, вот, значит, вот, я знаю в Омской области, в Новосибирской много хозяйств, где действительно люди стремятся делать. Директора остались, и старого закала есть, ну, и появляются они много молодых людей, вот, нас, вот, хорошие ребята сейчас в Кюменской области начинают работать, ушли из бизнеса, ушли в село, вот, значит, вот. Я понимаю, что эти уж точно не за деньгами ушли, потому что на земле много денег не заработаешь, да, а именно будут вкладывать, вот. Я знаю, вот, ну, знаю, я с ними работаю, вот, значит, вот, это наши Свердловские предприниматели, даже айтишники, вот, компьютерщики, все пошли туда. Мы работаем сейчас огромными территориями, Межекрестьянский фронт, да, вот, Могиленский, Александр, вот, Краснодарский край, вот, Щербак, вот, значит, вот эти, ну, прекрасные хлопцы работают. Фермера, все, да, вкалывают, все, да, может, грубовато, будем говорить, так сказать, да, чисто, как говорят, Мужецкого, но ведь они же производят, вот, тысячи тонн продукции. Так не скрипасимы. Чего же еще надо будет, да, чего же еще надо нам, если будет все, будет хлеб, будет масло, будет мясо, вот тогда прекрасная жизнь. На юге, вот, на юге, вы вот все перечисляете, Сибирь, Тюбель. Не, почему, я бы сказал, Краснодарский край, вот, да, Ростовская область. Также благодатнейшие земли. Конечно, конечно, не, ну, нормально все, Белородская область, ведь, вот, прекрасно все, тоже, ребята, работают, многие наши, наши именно сельчане, вот, значит, есть, есть и сподвижники, которые действительно пытаются, вот, значит, изменить ситуацию, вот. Есть уйма всевозможных общественных, да, сейчас движений зеленых, вот, и немножко не зеленых, вот, но которые тоже пытаются как-то исправить положение, вот. Но, мое мнение, что, в общем-то, Максим, можно это и централизовать, и объединить, и, конечно, в первую очередь здесь должно было быть государство. Я больше скажу, что если бы, если бы, ну, опять бы, не ликвидировали местное самоуправление в России даже советского образца, не было бы развала сельских территорий. Основой бы развития России стали продовольствия, продукты питания и технические культуры, выращенные на нашей земле. И тогда вам все, и лекарства выросли бы, самые лучшие, и самые хорошие, и сырье бы выросло вам даже для того же самого производства, там, каких-то передовых, вот, ну, продукций, какой-то в космос летаете. То есть лекарства можно. И лозу, да, и все остальное, и мы все можем это произвести, вот. Ну, мы, Василий, знаем вас и как инноваторов, ведь у вас же в Галкинском идиотомитовое месторождение, это строительство... Это не исключает машины. Да, это совершенно не исключает того. Это не исключает развитие территории. Есть лес, давайте работать лес. Есть месторождение идиотомитов, почему обязательно это должен владеть, вот, какой-нибудь, там, Лисин, вот, значит, вот, Вексельберг, вот, допустим, там, или Мордашов, да, и так дальше. А почему не крестьяне, сами жители этого села, не могут это разрабатывать, владеть, вот, и прекрасно работать, и жить, вот. Во-первых, они-то не вывезут эти активы все за рубеж, вот, и не будут хвастаться, вот, значит, 100-метровыми яхтами, там, 200-метровыми и так дальше. Они будут говорить, место 200-метровой яхты, а мы построили 6 километров асфальта в своей деревне. Вот если бы эти сукины дети, вот, значит, не вытаскивали деньги, вот, за рубеж, а все здесь строили, то я бы даже согласился на то, что, да хрен с вами, будьте вы богатыми. Будьте вы богатыми, будьте богатыми на благо Родины. Но если вы выкачиваете с нас последние соки, вот, рано или поздно, честное слово, терпение кончится, вот. Найдут их в Лондонах тоже, пусть не прячутся. Там свои есть мальчики, которые хорошо жгут все, то есть, вот, и оттуда выгонят. Да и традиции ледоруба, знаете, никуда не делись. Конечно, конечно. Я к чему говорю, вы же вчера были, Василий, в одном из машиностроительных наших городов. Да, да, Рыбинск, Рыбинск, Рыбинский, вот, как раз тот самый завод передовой был, который, они... Моторостроительный? Да, моторостроительный. Они делают по нашему заказу очень хорошие установки, как раз по переработке диатомитового сырья. Это в Спеннин, и материал будет Кремнигран. Вот это мы там заказали, делаем. Вот сейчас вот они первые три установки, вот, значит. На другом заводе заказали. Также некоторые оборудования заказали в Екатеринбурге, на электропичи завод. Вот это старые наши заводы. Можем делать. Вы знаете, абсолютно, я скажу, что вот что делает Паравер, вот, значит, вот эта германская, американская, канадская эти фирмы, что мы делать, вот, будем, это одно и то же. И оборудование наше не уступает ихнему, если нормально, грамотно подходим. Вы рассчитываете запустить проект, Василий, когда уже? Ну, у нас он идет уже, проект, на самом деле. Ну, год назад вы показывали нам образцы. Первый завод у нас работает, который по фильтровальным материалам уже работает, вторая площадка начинает работать по сорбентам уже. Сейчас у нас третий завод в Казани пойдет, четвертый завод, даст бог, в Туле пойдет, вот, значит, это все будет идти как раз на то, чтобы мы наконец-то дали элитный строительный материал массового, массового спроса, массового потребления, и строили дешевое, хорошего, очень качество жилье. Вот, может быть, в лет через 15-20 по программе 7-40, вот, 17 на 18, которые вот наше правительство разрабатывает, там, ключ 12 на 14, вот, значит, вот, есть же, ведь, вот такие у нас программы, да? Так вот, может быть, по какой-то из них мы уже наконец-то и жилье построим для людей, вот. Мы как раз подстраиваемся под наше правительство. Мы готовы дать массу продовольствия, мы готовы дать массу строительных материалов, мы все готовы дать и работать. Хотели бы только русские наши люди размножаться, славного, значит, вот, жить, строиться и делать. Все будем делать. Ну что ж, Василий, могу только добавить-то в заключение нашей передачи, что все в данном случае для фронта, все для победы, в данном случае для крестьянского фронта. Вот, надеюсь, что мы с вами, так сказать, беседовали сегодня с будущим членом элиты, или, не знаю, видным членом элиты уже сверхновой России, нормальной страны здравого смысла, где все-таки строятся, прежде всего, там, футурополисы, агробиоэкополисы, новое село, а не яхты Абрамовича. Вот, Василий, поправлюсь вас очень держать, нас все время в курсе дела по поводу акций крестьянского фронта. Вот, и мы всегда всячески вас поддержим, да и думаю, что и наши дорогие телезрители тоже. Поэтому спасибо, что пришли в нашу сегодня студию, ну а вам, дорогие телезрители, скажем, до следующих встреч, ибо попрощаться здесь просто невозможно, жизнь не даст. Редактор субтитров А.Семкин